Рай караванных торговцев. Археологические памятники Пальмиры. Одной из наиболее трудных задач для торговцев, проводивших свои верблюжьи караваны по шелком пути, было пересечение обширной сирийской пустыни. В середине этой пустыни был оазис под названием Пальмира, город финиковых пальм. Начиная с первого века нашей эры, Пальмира процветала около 400 лет, как промежуточный пункт для караванов под патронажем Римской империи. Самым крупным зданием в этом городе был храм Бела, посвященный высшему вавилонскому божеству. Крыша храма обвалилась, однако первоначально она была покрыта золотом. Выполненная здесь искусная работа ремесленников отражает красоту великой, но ушедшей эпохи. Под песками пустыни было много подземной воды. Вода распределялась в городе по каменным трубам. Пальмира была городом-оазисом, где вода была в изобилии. Эта площадь известна под названием Агора. Когда-то здесь шла бойкая торговля экзотическими товарами, включая пряности, жемчуг, слоновую кость и шелковые ткани. Благодаря торговым сборам и налогам город накопил огромные богатства. Торговые караваны продвигались по этой главной улице, пройдя через городские ворота. Этот подъездной участок дороги длиной около 1300 метров сделан достаточно широким для свободного прохода верблюжьих караванов. По обе стороны дороги стоят 750 колонн, мимо которых проходили торговые караваны. У каждой колонны имеется небольшой выступ. Они служили постаментами для статуи людей, внесших свой вклад в процветание города. Пальмира предоставляла все, что могло понадобиться караванщикам. Здесь были лавки торговцев, продававших продукты, одежду и вещи, которые могли понадобиться в пути, и даже сувениры. Это остатки топки, которые обогревала купальню. Была сооружена большая ванна. Здесь была также сауна. А это театр в римском стиле. Его ширина – 48 метров, и он умещал около 2000 человек. Были даже построены храмы для торговцев из других стран. В этом храме поклонялись греческим богам, а также арабским и персидским. Этот международный город достиг своего наивысшего расцвета в III веке. Однако царица Зенобия восстала против Римской империи и потерпела поражение. Римляне разрушили город, который когда-то был раем для торговых караванов и который стал постепенно исчезать под песком. Римляне разрушили город, который был раем для торговых караванов. Римляне разрушили город, который был раем для торговых караванов. Римляне разрушили город, который был раем для торговых караванов. Римляне разрушили город, который был раем для торговых караванов. Продолжение следует...